Давид, ну что, давно мы с тобой в эфире не встречались, поэтому скажи, пожалуйста, 24 февраля 2022 года, как ты его встретил, где ты его встретил, что ты подумал и что ты делал? Я встретил его так же, как и встретили все украинцы со своей кровати, мне мои друзья сказали, что в ту ночь может быть нападение уже и ракетный обстрел, и ну я так-то решил чуть-чуть поспать с одним глазом, как так сказать, чтобы набраться сил, потому что непонятно было, что случится, как будет, поэтому стал, так сказать, бодро. Ну и когда раздались первые взрывы и ракетные удары, когда прозвучали, я как-то вернулся опять в 2008 год, поскольку мы один раз уже это проходили, ну естественно был шок у меня тоже. Я начал набирать своих друзей, грузинских офицеров, которые успешно помогали полку АЗОВ, новосозданному полку АЗОВ подготовке еще 2014 года. У меня была с ними негласная договоренность, что я поеду с ними под их руководство. Они поехали в Мариуполь так, что меня не взяли и, к сожалению, потом случилось так, как случилось. Подожди, ты хотел воевать эти, извини, пожалуйста, ты хотел идти воевать? Я хотел, да, я имел желание, они меня как-то решили отговорить, исходя из моей прошлой истории болезни и физического состояния. Я как-то сказал, что дома тоже не хочется мне сидеть, ничего не делая. Они сказали, что ну ладно, вернуться с Мариуполя и потом уже решат, брать, не брать и так далее. Потому что опыта у меня не было, естественно, боевого никакого и подготовки. Потом мы начали с ребятами делать все, чем активные люди занимались в Украине и только в Украине. Напрягли все наши друзья и знакомые. Мы где-то до 450 штук коннежилетов и кассок доставили в Украину максимально скоро, как мы смогли, из Франции, закупали вот эти приборы ночного видения, которые всем нужны были, но оказались потом не совсем нужны. Делали, помогали, там создавали пакеты продовольствия, медикаментов, аптечки, машины, завозили бусики, раздавали, в том числе МЧСную машину и так далее, и так далее. Ну, как-то как могли, то и делали. Ну, в конце концов, мы поняли, что мы занимаемся, так сказать, очень элементарным и, в принципе, ничего нового, что даст нам преимущество на поле боя, мы не делаем. Повторяем, в принципе, русских. И решили с ребятами вот создать свой собственный стартап. И начали где-то полтора года назад работу над созданием современных летающих аппаратов, беспилотников, разведывательных, ударных, которые, в принципе, у нас и получились. Решил также, как-то возникла такая достаточно безумная идея, из-за, наверное, любви к Украине, и как-то вот эта химия и любовь с Украиной у меня состоялась 11 лет назад. И как-то решил внести свой клад в экономику Украины, и я учредил компанию, которая называется «Believe in Ukraine Investments», «Верим в Украину», так так переводим. И такой инвестиционный бутик, который привлекает разные финансирования под разные проекты, начиная там с альтернативной энергетики, заканчивая техническими стартапами, инновационными проектами, обновляемую энергетику, недвижимость и так далее. Ну, пока мы маленькие, но желание и амбиции у нас и стремление очень большое, поэтому уверен, что что-то у нас получится. Особенно я думаю, что я не просто так выбрал именно это имя, потому что мы никуда отсюда бежать не собираемся. 11 лет уже Украина стала моим домом. Кому-то это нравится или нет, и считаю, что я должен как-то отдать долг Украине тем, чем я могу. Скажи, пожалуйста, больше двух лет большой войны. Вот на сегодняшний день, как ты оцениваешь, когда война может закончиться, и есть ли шанс, что она закончится в этом году? Я думаю, что когда закончится сам Путин, тогда война и закончится. Потому что, к сожалению, это не обнадеживающий прогноз. Но по его поведению, по его сформулирующейся уже политике в России, вот этом безумии экосистемы, которую он создал, вот эту безумную экосистему, большой трудом, то он привязал свою личную, свою жизнь и правление, а это неразделяемые вещи, к украинской войне. Как только он прекратит войну, даже не закончит ее, а просто прекратит на какое-то время, я считаю, что он может распрощаться и с властью, и с жизнью соответственно. Поэтому он не собирается это делать, если надо будет кидать последнего россиянина, он это сделает. Это, кажется, это мои ощущения, может, я ошибаюсь. Ну, хорошо. Слава Богу, все зависит не от его желаний и хотений, а основное – это Украина, украинская армия и наши международные партнеры и союзники, их помощь нам. Ну, вы же видите, как оно продвигается, не очень динамично, давайте так назовем. Вот я хочу у тебя спросить по поводу того, как продвигается. Ну, вот с полугодовыми, с годовыми паузами, да, то есть непоследовательностью и так далее. Он же это все прекрасно понимает и видит. Этому особо не нужна, особенно разведка, чтобы разведывать, что происходит в наших странах-партнерах. Там у них выборы, от выборов до выборов меняются разные приоритеты. То есть, к сожалению, та помощь, которую мы получаем, она недостаточна для того, чтобы вытеснить и выгнать русских из нашей земли. К сожалению. Она такая была припеточная, с какими-то интенсивностями, то она прибавляется, то она наоборот уменьшается и так далее. И вот нам приходится жить в такой ситуации. На самом деле, для победы или для вытеснения хотя бы из территории оккупантов, из украинской территории, все же есть, все же лежит на складах. Ничего же нового придумывать никому не приходится. Это лежит и на европейских складах, и на американских. Часть с этого ржавеет, часть нет. Но вот его вот этот блеф, неготовность, вообще отсутствие глобальных идей, неготовность нового политического класса, непоследовательность, слабость нового политического класса Запада. Все это перемешалось. И, к сожалению, мы получили вот такую ситуацию. И вот этот постоянный ядерный шантаж со стороны Путина все равно, он уже десятилетиями работает. Не только два с половиной года назад он начал работать. Он вот этим блефом постоянно держит в напряжении наших западных партнеров. Вот они и думают, что вот, а может они устанут, а может они выдохнутся. Я не понимаю, если честно, как политики мирового уровня, мирового класса, которые управляют миром, не могут так, могут так не понимать, ошибаться в психотипе Путина и вообще в конфигурации исторической конструкции России. Вообще доктринальной конструкции этой страны. Чем она жила, как она жила. А в чем они ошибаются, Давид? Что на самом деле? Ну, на самом деле у России всегда будет ресурс вести войну разной интенсивности с Украиной. Вот у теперешней России, да, под санкциями, под всеми остальными. Но человеческие ресурсы у них есть. Производство мы не можем уничтожать. Полным ходом у них работает. Дизель имеется, чтобы заливать в эти танки хорошие, плохие. Они же стреляют, они же убивают, и самолет тоже слетают. Они могут производить новое. Они могут, как оказалось, производить и более-менее современное оружие. И крылатые ракеты, и баллистические ракеты, и дроны. Они же тоже учатся и усовершенствовали тоже свои технологии, так сказать. Поэтому вопрос в том, что у них вот этот краник есть. Он то капает, то малой интенсивностью, то большой. А у нас вообще нет этого краника. Вот в этом есть проблема. Хорошо, давай идеальную ситуацию представим. Что нужно сделать Западу, и каким образом помогать Украине, чтобы Украина вытеснила оккупанта российского со всей своей территории, чтобы она победила войну? Ну, очень тяжело сказать. Знаете, ну, наверное, надо правильно выстроить приоритеты, в том числе и направлять те деньги, которые у нас имеются, на более рациональные и эффективные проекты, в том числе и на интересные стартапы. Ну, как в Израиле происходит, по большому счету. Потому что в Украине все равно много мозгов осталось и очень умелых рук, которые за копейки могут, в принципе, создавать очень интересные продукты. Но вместо перекладывания брусчатки, наверное, и снятия сериалов, ну, возможно, было бы рациональнее потратить эти ресурсы, например, на это. Потому что мы же видим каждый день, что где-то в каком-то городе кто-то стадион заложил бюджет новый, и кто-то там цветочки перекладывает, например, пересаживает и так далее. Но это как-то очень неадекватно смотрится, как какое-то самопоедание и каннибализм, по большому счету. Поэтому нам нужно создать нормальные социальные лифты в правительстве и во всех аппаратах, где могут появиться на самом деле очень эффективные люди, которые могут сверхзадачи сегодня выполнять. К сожалению, у нас пока такого менеджера на государственном уровне фактически не появилась. Но вот есть отдельные министры эффективные, например, в министерстве Федорова, которая создала по-настоящему дополнительную стоимость, давала толчок производству дронов, беспилотников. Вот ребята без каких-то политических амбиций особенно сидят и делают свое дело. Вот таких ребят нам бы побольше нужно масштабировать. Я еще хочу сказать, что несколько раз на меня даже обижались, когда я писал, некоторые мои знакомые. У нас есть бесконечное количество наглядовых рад, например, в Укоробромпроме, где-то там в разных государственных предприятиях. И туда попадают одни и те же люди. Одна и то же тусовка. Я не понимаю, какими-то, наверное, сверхзадачными, сверхвероятными знаниями, может, они одаренные, но я не понимаю, зачем постоянно вариться в одном котелке и не пригласить туда каких-то остальных трехзвездочных генералов, например, натовских, американских, которые сегодня на пенсии, но с удовольствием бы посидели и поработали в наглядовой ради какой-то украинской. У них был бы статус, они бы могли, например, взять телефон и набрать своего коллегу в Пентагоне, например, лично и так далее. То есть разные конфигурации можно найти. Или найти мощных айтишников, которые поднимают миллиардные компании, их тоже как-то вовлечь в эту историю. Как-то интегрироваться с той частью мира, которые нам жизненно важны и нужны. И не ограничиваться только тем ресурсом, который у нас имеется здесь в стране, имею в виду человеческим. Поэтому вот у меня такие взгляды. Даже в Израиле, когда государственный фонд по развитию и питримке технологий, технологических инновационных проектов, там на самом деле выстреливает раз из 10 тысяч проектов, возможно. Но работа ведется, и поэтому у Израиля есть сверхсовременный продукт. На это придется тратить деньги, не все проекты будут успешные. Надо придумать систему, например, этого хедж-фонда, например, для чего-то, где будет минимальное вмешательство чиновников про адекционизм и коррупцию. Делать просто очень прозрачную историю отчетности, чтобы люди доверяли и донатили, например, и туда, кроме государственных ресурсов. Потому что мы постоянно донатим, мы покупаем и впиветриванные. Это классно, это отлично, потому что сложно отказать человеку, который сидит в окопе, над его головой летает все, что возможно, и падает от 2-х килограммового до 400-х килограммового, значит, или нескольких тонн, значит, жевчатки, и просит тебя помочь, и ты не можешь отказать. Но мы могли бы также собрать деньги под вот такие разные проекты. Киев, вечер, кафе, и я так понимаю, что там рядом с тобой кто-то тбилисо поет? Да, тут я зашел тематически в грузинскую кафешку, поэтому с музыкой ничего не можем поделать. Погода хорошая, в офисе сидеться не захотелось. Несмотря ни на что, жизнь в Украине продолжается, друзья, да? Обязательно, так оно и должно быть, потому что мы за это и все и сражаемся, чтобы жили так, как нам хочется, а не так, как приходится или как хочет Путин. По большому счету. Поэтому как-то надо радоваться каждой минутой, но правильно ее, наверное, как-то все-таки рационально использовать, чтобы она не оборвалась из-за нашей глупости или непосредовательности. Скажи, пожалуйста, выборы в Америке. Где мы их ждем? Я не знаю, кто больше ждет, американцы или мы. И тут вопрос, Байден или Трамп? А может, кто-то другой? Может быть, ты знаешь, у кого еще есть шанс, кто-то может появиться? И главный вопрос, а есть ли таки Трамп? Чего нам ожидать? Будет ли он пстить Украине? Ну, я думаю, что нам уже нужно готовиться к четырехкодовому цеплу, когда будет президентом Трамп. Я думаю, что это уже мы не можем избежать. Если честно, я не знаю, как Трамп будет себя вести и позиционировать. Я считаю, что нападать на Трампа сейчас официальным нашим лицам абсолютно не иррационально и неправильно, потому что Трамп маниакальный, эгоцентрик, и он может просто из-за личной обиды просто на нас плюнуть и где-то там года оставить нас без всякой помощи или просто нас наказать, так сказать, из-за разных заявлений. Нужно к этому как-то приспособиться и к этому жить. Я не думаю, что Трамп тот человек, который будет вестись на поводке у Путина, потому что он амбициозный человек сам по сути, и Путин уже в интервью с Такером Карсоном, где он по сути разговаривал с Трампом, несколько раз его уже унизил. Он сказал, что надо Трампу думать, искать выход, как реализовать его заявление, как он собирается заканчивать войну, потому что Путин заканчивать войну на чужих условиях не собирается. Он сказал, что на моих условиях, пожалуйста, хоть сегодня. Его условия – это капитуляция Украины. Но факт, что ему нужен за столом переговоров американец, американский президент. Это не Макрон будет, это не Шольц и не Дуда. Это должен быть его спарринг-партнер, где он может продать его разговоры, переговоры своей быдлой аудитории, как какая-то победа, что вот приползут Запад или новый президент Америки попросил нас, что мы там что-то и так далее. Поэтому так вот. Поэтому с Трампом нужно работать, к сожалению, потому что я небольшой фанат Трампа, у него было много плюсов. И как-то по-человечески он олицетворяет совершенно все, что мне не нравится в политике, к сожалению. Но я не могу на это уже повлиять. Я думаю, что эти выборы уже предрешены. Ну, хорошо. Ты же, наверное, слышал, как недавно он сказал, что если бы при его президентстве Россия обторглась широкомасштабно в Украину, он бы уже бомбил Москву. Ну, я не знаю, как он будет себя вести, потому что он разное говорил. Он, когда Путин к нам вторгся, говорил одно, какой молодец Путин, какой он сделал там тактический, умелый политический шаг. Потом он поменял свое заявление. Потом он также писал, что раз юго-восток Украины разговаривает на русском языке, то Украина должна отдать Путину и все этим закончить. Я не знаю, что у него в голове. Одна единственная надежда на его эгоцентризм и маниакальная любовь к себе, чтобы он не дал себя просто по-пацанячему опустить, значит, Путину, извините за жаргон. Потому что у Путина, к сожалению, это так со всеми получалось все это время. Вот какой-то, извините, хапуга, какой-то мерзкий подонок появился с маленькими мускулами, появился, значит, на дворе и терроризирует больших бакланов. А большие бакланы могут его просто дать, значит, по башке, а они этого не делают. А он несколько раз это сделал, ему сошло это все с рук, и он очень успешно продвигается дальше. Он их и дальше шантажирует, и терроризирует. Вот и все. Нужен большой баклан, который ему так врежет, чтобы он не оправился никогда. Про большого баклана. Китай. Скажи, пожалуйста, будет он помогать Путину? Насколько сейчас помогает? Естественно, Китай. Есть ли шансы, что Китай, потому что, ну, наверняка, как раз Китай может повлиять на Россию, когда-то скажет ему так, «Так, все, хватит, брысь отсюда». Китаю невыгодно, чтобы обломилась Россия. Китаю выгодно иметь карту, которую он умело разыгрывать с американцами и с Западом в лице России. Поэтому, если Россия рухнет, то все возьмутся за Китай. Китай это прекрасно понимает. Эта война, в принципе, началась из-за больших переговоров с Китаем, где американцы пришли к Путину и предложили занять их в сторону. Путин им тогда выдвинул свои условия. Мы же это все прекрасно понимаем. Об этом писал журнал «Ньюсвик». Об этом никакого про эту статью, после этой статьи, никакого проведения в Белом доме не было. Путин им сказал, что ему нужны сферы влияния, которые у него были до 97-го года. Это страны Варшавского договора, буквально, Украина, Грузия и Молдова. И сказал, валите из стран НАТО и отодвигайте НАТОвскую границу чуть-чуть подальше. На что он получил отказ. И начал лезть в горло своему заложнику в нам, то есть в данном случае в Украине. Вот и вся философия. Поэтому Китай понимает, что как только внимание полностью и ресурсы перейдут на него, то ему будет тяжело. Поэтому, естественно, почему бы и нет. Вчера как раз я читал заявление, что уже Китай выдвинул условия о цене закупки российской нефти по внутренней российской цене. Понимаете? То есть это же полный крах и развал совершенно экспорту российской нефти. Ну это хорошо. Они ему говорят, ну, ребята, рынка же нет, да, рынка же нет, ну вот тогда давайте продавать за ту цену, которую мы вам предложим. Потому что вам некуда деваться. Поэтому Китай, естественно, на стороне. Китай срывает мирную конференцию. Китай, Иран, Россия. Вот это ось вла. В принципе, тоталитарные страны. Они сегодня в одном пуле, так сказать.